Праздник Оркестр штаба Тихоокеанского флота За более чем полуторавековую историю коллектив имеет богатые музыкальные традиции и разнообразный репертуар Начальник оркестра, военный дирижер майор Андрей Попов Дорогие друзья, катер командующего с почетными гостями направляется к водной станции На персе тихо-тихо ждут начала Оркестр на Товсь, гарнисты на местах И катер на Дмиральске от причала улетит на рейд, как светлая мечта Играет в магии в магии цветастом Куда ты глядишь, радуги видны В торжественной пилоте и гарниста Решимость и спокойствие страны Командующего Тихоокеанским флотом адмирала Авакян Сергея Осиповича Встречает начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович Товарищ командующий Тихоокеанским флотом Сила войска флота для проведения фотоспортивного праздника Посвященный Дню военного флота флота России готовы Начальник штаба флота вице-адмирал Осиповича Дорогие друзья На водную станцию прибыли Временно исполняющий обязанности Командующего войсками Восточного военного округа Генерал-лейтенант Чайко Александр Юрьевич Исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Тарасенко Андрей Владимирович И другие почетные гости Давайте их поприветствуем Временно исполняющий обязанности Командующего войсками Восточного военного округа Генерал-лейтенант Чайко Александр Юрьевич Товарищи адмиралы Офицеры Ничманы Старшины Матросы Дорогие ветераны Жители и гости города Владивостока Поздравляю вас с днем военно-морского флота Поздравляю всех Кто стоит на страже Дальневосточных убежей от Чисты Кто обеспечивает боевую готовность кораблей Кто трудится В судостроительной отрасли Созданный Петром Первым военно-морской флот Победно прославился в первом же сражении С тех пор благодаря мужеству военных моряков и флотоводцев Россия утвердилась как великая морская держава Поздравляю вас с днем военно-морской флотовом Прошу всех встать на государственный флаг Российской Федерации. Андреевский флаг. Смирно! Государственный флаг Российской Федерации. Андреевский флаг. Поднять! КОНЕЦ КОНЕЦ На берегу бухты коренное местное население занимается повседневными делами. Ловит рыбу, выделывает шкуры, готовит еду. Дети увлечены этническим танцем, повествующим об обычаях малых народов. В середине 19 века население Дальнего Востока было крайне малочисленным. На момент основания военного поста численность коренного населения Приморья и Преамурья составляла чуть более 10 тысяч человек. КОНЕЦ 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 Через год, в июле 1860 года, в бухту Золотой Рог по приказу адмирала Петра Казакевича вошел военный транспорт Манчжур, который вы наблюдаете на акватории Амурского залива. Трехмачтовый парусно-винтовой парк был совсем недавно поставлен на службу в Сибирской флотилии. Четверть века он прослужил России, исследуя берега Тихого океана, но один из первых его походов стал судьбоносным и историческим. Его командир, капитан-лейтенант Алексей Шефнер, приказал спускать на воду шлюпки и грузиться передовому отряду. Из 100 военных моряков, членов экипажа транспорта Манчжур, была отобрана небольшая часть, 31 человек. Это Николай Комаров, 28 матросов и 2 унтер-офицера. Внимание! Слева к водной станции подошли весельные шлюпки с передовым отрядом под командованием прапорщика Николая Комарова. Именно они первыми ступили на берег бухты Золотой Рог. Именно они почувствовали радость обретения новой земли, нового дома, новой судьбы для себя и России. Именно они, передовой отряд, по праву считаются первостроителями Владивостока. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! Справа к водной станции на весельной шлюпке подходит командир транспорта Манчжур. Капитан-лейтенант Алексей Шефнер. И вот он высаживается на берег бухты Золотой Рог. Родился Алексей Шеффлер в Петербурге в дворянской семье и получил хорошее образование С 1856 года 20 лет прослужил на Тихом океане и заслужил от царя дополнительное жалование 702 рубля в год за сбережение транспорта Манчжур в течение 10 лет Первым комендантом военного поста Владивосток капитан-лейтенант Алексей Шеффлер назначает прапорщика Николая Комарова На помощь его передовому отряду месяц спустя в бухту Золотой Рог пришел коровец Гридель под командованием капитана-лейтенанта Густава Игершельда И общими усилиями за короткое время они обустроили пост Возвели первую казарму, офицерский квигель, кузницу, оборудовали пристань Великими трудами русские военные моряки под руководством прославленных командиров укрепляли сибирскую плотилию Исследовали Дальний Восток, открывали полезные ископаемые, строили первые моряки, первые порты, первые города Первыми осваивали новые территории России и имя им первостроители Ура! 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 Всем, 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 всем на праздник! Ярмарку начинаем, гостей приглашаем! Спешите, спешите, торопитесь занять лучшие места! Приходите без стеснения, предъявите всем хорошее настроение! Приходите, разомните кости! Сегодня ярмарка приглашает в гости! Спешите скорей! Спешите скорей! Нет праздника нашего веселее! В 1861 году Яков Семенов с женой и сыном прибыл в пост Владивосток Первый гражданский житель города, купец первой гильдии Яков Семенов Быстро преуспел на торговле морской капустой, на добычей и переработке рыбы В богатея он вкладывал все больше средств в создание учебных заведений, библиотек, помощь переселенцам и подустройство города В знак уважения Якова Семенова избрали первым старостой города, а затем и почетным гражданинским Дорогие друзья, впервые на нашем празднике принимает участие танк Шерман, поставленный по ленд-лизу в годы войны В июле прошлого года он был поднят со дна Берингово моря флотскими спасателями И восстановлен специалистами заводов «Прогресс» и «Аскольд» Экипаж боевой машины Командир танка, старший прапорщик Олег Редько Наводчик, старший прапорщик Андрей Барховодько Механик, младший сержант Денис Шульженко Меняются времена, эпохи Но ансамбль песни и прятки имени Александрова остается символом Красной, Советской и Российской армии Во время Великой Отечественной войны весь коллектив ансамбля и его фронтовые бригады Дали в действующей армии более полутора тысяч концертов В этом году ансамблю исполняется 90 лет И сегодня на нашем привале встречайте артистов ансамбля! Дождливым вечером, вечером, вечером Когда пилотов прямо стражим, делать нечего Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сё И нашу кнезьевку любимую споём По дорогу, дорогу даю, даю, даю идём Водолазы-разведчики скрытно на подводных средствах движения выдвинулись к берегу И из подводного оружия уничтожает боевое охранение противника Группа захвата на быстроходных лодках и гидроциклах стремительно приближается к берегу На ходу поражая противника из стрелкового оружия и гранатомётов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! АПЛОДИСМЕНТЫ Уходят в тревожные дали, выполняя отчистный приказ Не за славу и не за медали Село Тарус. МПК «Метель» и «Усть-Илимск» 165-й Сахалинской краснознаменной бригады кораблей охраны водного района. Кораблями командуют капитаны 3-го ранга Андрей Манжосов и Александр Благодуров. Корабли данного проекта предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок и имеют на вооружении самонаводящиеся торпеды. Реактивные бомбометные установки РБУ-6000 с дальностью стрельбы глубинными бомбами ТОС-6000 метров. В Димовеев сердечно поздравляем, желаем выдержки и мужества тебе, здоровья, счастья, радости желаем и быть всегда уверенным в себе. Внимание! Гидроакустик малого противолодочного корабля «Усть-Илимск» матрос Евгений Фиськов обнаружил подводную цель, которая классифицирована как подводная лодка противника. Командир дивизиона кораблей охраны водного района, капитан 3-го ранга Антон Паникоровский принимает решение на применение торпеды реактивных глубинных бомб. Корабли легли на боевой курс. Есть пуск торпед. Залп из реактивных бомбометных установок. Подводная лодка противника получила повреждения и будет вынуждена всплыть. Обратите внимание, слева на акватории залива разведывательная группа на двух быстроходных лодках и противодиверсионном катере «Мангуст» производит захват корабля противника. Патрульные катера проектора 12150 «Мангуст» имеют скорость ввода до 50 воздух. Отнащены для пункционных звездных комплексов, состав которого входит радиоактивная станция, электронный прокладчик, гидроскопический и магнитный бомб, спутниковая навигационная система. Корпус катера выполнен с внешними обводами в форме клуба КАВ из алюминиево-магниевого сплава. Основным вооружением катера является 14-мм пулемет КПВТ в составе морской пунктовой пулеметной установки, размещаемой в кормовой части. Установка предназначена для торговой с надводными, береговыми и возбужденными методами в церкви. Отвечу выражения на поле церкви. Дальше от 2000 метров. Дальше от 2000 метров. Разведка на диверсионный фронт высаживается на пункт корабля. Осуществляет заклад экипажа. На корабле поднял государственный флаг Российской Федерации. Корабль убывает в базу. Задача выполнена. Есть контакт. Мина обнаружена. Есть мины уничтожены. Проход десанту расчищен. Большие противолодочные корабли предназначены для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения различных по своему предназначению подводных лодок вероятного противника в океанской зоне. Обеспечение боевых действий своих подводных лодок и охранения кораблей. Противолодочные и противовоздушные оборонные соединения боевых кораблей, десантных отрядов и конвоев. Корвет совершенный является новым классом военных кораблей и предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне. Играет музыка Корабль начал артиллерийскую стрельбу по берегу с целью подравления огневых точек противника. Корабль построен на модерной схеме, что позволяет устанавливать на них новые системы вооружения и электронного вооружения без изменения конструкции и затрат времени. Обратите внимание на высоту справа. Для обеспечения высадки заблаговременно парашютным способом высажена снайперская пара, которая, используя альпинистское снаряжение, спешит на помощь штурмовому шалону десанта. Играет музыка Начинается высадка первого эшелона морского десанта способом на уход. Играет музыка Высадка первого эшелона морского десанта способом на уход. Играет музыка 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 Высадка Играет музыка Играет музыка Брунетранспортеры БТР-82А десантно-штурмового батальона морской пехоты под командованием заместителя командира батальона по вооружению капитана Владимира Хомутова, ведя огонь по позициям противника, стремительно приближаются к берегу. Боевые машины БТР-82А предназначены для транспортировки личного состава и поддержки его огнем на поле боя, ведения борьбы с пехотой и бронированными целями противника. Машина используется также в качестве средства доставки десанта с корабля на берег. В бронетранспортере применены новейшие технологии по противооспулачной защите, состоящей из многослойного синтетического материала «Кевлар», что позволяет погусить живучесть машины и экипажа. В качестве основного вооружения боевого новоля используется 14-мм пулемет КПВИ и спаренный 7-мм пулемет ПКТМ. Пусть промокли насквозь масхалаты, бривку соли застыл на губах, унывать не пристало ребятам, тем, кто смело идет на врага. ПЕСНЯ 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 ПТР-130 ПЕСНЯ 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 ПТР-133. Командир машины, сержант Михаил Евсеев. Наводчик, матрос Евгений Грибанов. Водитель, матрос Михаил Соболев. ПТР-134. Командир машины, сержант Александр Родионов. Наводчик, младший сержант Виталий Семенов. Водитель, сержант Томан Воробьев. ПТР-156. Командир машины, сержант Литвин Материевич. Наводчик, старший сержант Никита Шерстопитов. Водитель, матрос Владислав Грешин. ПТР-137. Командир машины, старший сержант Виталий Винтелевич. Наводчик, старший сержант Владислав Грешин. Водитель «Матрос» Виталий Коков. Командир номер 4, командир машины, сержант МИД, наводчик МИД «Матрос» Алексей Максимов. ВТР 105, командир машины, матрос Владислав Кожаев. Наводчик, старший сержант Сергей Жуков. Водитель старший «Матрос» Николай Синовский. ВТР 106, командир машины, матрос Евгений Бакулинка. Наводчик, матрос Андрей Науменко. Водитель, матрос Константин Бацеля. Морская пехота, командир-полковник Александр Зюба. Молодцы, ребята! Гордимся вами! Друзья называли вас «Черная туча». Друзья называли вас «Гвардия флота». Себя вы зовете! Кромнее, короче, быстрее и проще! Морская пехота! 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 Слава России, веренге и черныхaguей. Слава России, народу слава. Слава России, веренге и боли. Слава России, народу слава. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА